Егора кот Баюн спрятал под лавку, а дудку-самогудку в коробку положил. Зелёный попугай присел на палку, с котом он вместе в одном доме жил. А в это время чумичек появился, принёс еду, чтоб всех их накормить. И только кот Баюн куда-то отлучился, Егорушку под лавкой стал будить. Но разбудить его не получилось, тогда решил хоть дудочку найти, хотел Егорку, чтобы не случилось, от злого Баюна кота спасти. И вот, благодаря рассказам попугая, в коробке дудку-самогудку он нашёл, о пленниках спросил кота, встречая. Здесь были Мишка, Змея и Скороход. И кот сказал, что всех их усыпляя, хотел заставить их царь-батюшке служить. Чумичка с дудкой быстро убегая, решил потом Егорку разбудить. А Марфенька устроила привал, и одолень траву вдруг потеряла, Её воришка ворон тут украл, когда на травке Марфа отдыхала. Но не сдаваться Марфенька решила, и всё равно Егорушку найти. И белку по пути освободила из капкана, да не могла сама идти. Репёшкой последней накормила, платком перевязала поскорей, и белка Марфу от души благодарила, пообещала, что поможет ей. Егорушка тем временем проснулся, но он уже не помнил ничего. Забыл и Русь, и Марфу, как очнулся, и даже имени не помнил своего. А вот и Марфа с белкой появились, царевна к Марфе Ивана привела. Иван и Марфа ей не покорились, и смерть жестокая обоих их ждала. Чумичка решил поторопиться, узнав, что казнь Ивана с Марфенькой ждёт. Хотел скорее Егорку добудиться, быть может он их как-нибудь спасёт. И только к дудке губами прикоснулся, она потом сама стала играть. Егорушка от магии очнулся, они помчались Ивана с Марфою спасать. А по дороге скорохода разбудили, чтоб русские войска привёл быстрей. И Мишку со змеёю взять не позабыли, и побежали к площади скорей. Ивана с Марфой на площадь приводили, вот здесь моя долень трава им помогла. Ну вот и белочка с травою, про неё забыли, трава Ивану силушку дала. И тут Иван с медведем и змеёю охрану царскую мгновенно разогнал, И русские войска со скороходом царя Тугарина разбили на повалу. А Марфенька с Егоркой и Иваном вернулись на родную сторону, Зажили вместе радостно и славно, а вскоре все забыли про войну.